Им легче себя контролировать. Итак, если вы чувствуете, что у вас больны суставы, позвоночник, у вас нету сил, вы чувствуете давление повышается или у вас, допустим, головные боли, то это означает, что вы на уровне праномая, на уровне движения не разобрались с собой. И поэтому самосовершенствование для вас — это движение. Если вы чувствуете, что у вас токсины постоянно в теле, простудные заболевания, горло заложено, кашель, насморк, сопли со всех щелей лезут, потом дальше кожные заболевания всякие, у вас лишний вес, это значит, что вы не разобрались с пищей. Вам надо научиться себя контролировать в питании и разобраться, как питаться правильно. В этом для вас актуальная аскеза. Видите, мы сейчас говорим с вами о самосовершенствовании. И первое правило заключается в том, сделай сначала то, что тебе актуально, потом легко будет сделать то, что хочешь сделать. Например, ты хочешь начать молиться. Ты молишься, у тебя голова вся, тяжесть в голове, сопли, слезы, у тебя как бы вялость очень сильная, ты не можешь сосредоточиться. Что это значит? Это значит, что тебе надо сначала с питанием разобраться, потом с движением. Потому что питание дает здоровое тело, человеку перестают быть сопли и токсины. А движение дает человеку концентрацию внимания и волю. У него есть возможность сосредоточиться. Он способен контролировать себя уже в уме. Потому что если у человека с движением проблемы, он себя в уме контролировать уже не может. Он говорит, я что-то не могу сосредоточиться. Хочи, хорошо, гуляй по утрам, бегай, что-то делай со своим движением, иначе ты никогда не сосредоточишься. Потому что у тебя сознания для этого не хватает. Оно не там находится. Понимаете? Ну а вообще, зачем это все нужно? Как вы думаете? Зачем нужно самосовершенствовать? Самосовершенствование нужно для того, чтобы в конце концов попасть в мир любви, попасть в мир счастья. Это называется духовный мир. Понимаете? Человек попадает в духовный мир или в мир, в котором есть только счастье и любовь, он попадает еще в этом теле находясь. В этом называется совершенство жизни. И чтобы туда попасть, нужно хотя бы захотеть, потому что большинство людей, они просто живут в этом мире и очень сильно зацикливаются. Работа-дом, работа-дом, квартира. То есть они живут не какими-то высокими целями, а вот тем, что им судьба дает. Вот это мышление вот такое, в котором человек живет, только тем, что ему дает судьба, это животная форма жизни, животное существование. Потому что животные так и живут. Чем они занимаются, животные? Поддержанием своей жизни. У них тоже есть квартира в виде норки, тоже есть жена в виде самки, есть дети в виде щенят и так далее. Понимаете, это все то же самое. Если человек очень сильно на этом зациклен, у него нет желания развиваться, значит он человеческую форму жизни использует неправильно. Потому что человек предназначен для развития, не предназначен для того, чтобы квартира, дом, семья. Это все хорошо, это правильно. Я не против этого. Но если выше этого ничего нет, тогда чем мы отличаемся от животных? Понимаете, да? Поэтому у человека должна быть идея сначала. Он должен чего-то хотеть в жизни большего. Я хочу в страну чудес, понимаете? И каждый человек должен туда хотеть. Кто сказал, что в наши дни нет чудес и нет любви? Кто сказал, что нет тонкой жизни? Кто сказал, что в наши дни есть только грубое понимание вещей? Кто сказал, что в наши дни нет чистого, светлого, нет святости, нет... Это и есть чудо. Чудо означает любовь, чудо означает святость, чудо означает чистота. Кто сказал, что в наши дни этого всего нет? Это грустно и смешно. Почему грустно? Потому что жизнь превращается в животную жизнь. А смешно? Потому что это смешно. Потому что это неправда. Таким образом, человеческая жизнь предназначена для того, чтобы подпасть в страну чудес, где из любви течет река, понимаете? Это все описано в Священных Писаниях. Что духовная жизнь, она имеет такую природу, что человек чувствует счастье в отношениях с другими, что он чувствует чистоту, он находится в отношениях с Вечностью, он не умирает, понимаете? То есть душа бессмертна по своей природе. Надо достичь такого развития в этом смысле человеческой жизни. Потому что пока человек к этому не будет стремиться, он так и будет в рамках вот этих вот своей обыденности жить. И эта обыденность не принесет ему никакого счастья. Потому что счастье приходит от самосовершенствования, от того, что человек меняет восприятие мира. Допустим, молодой человек сейчас находится в рамках своего восприятия мира. Он даже не подозревает, что Бог дал ему такую девушку, которой ему больше всего счастья может подарить. Но он просто не знает, даже идеи нет об этом никакой. Это означает, нет знания, не хватает понимания вещей. Потому что мы хотим наслаждаться этим миром, мы хотим подарков прямо сейчас, а надо заслужить это счастье. Это называется самосовершенствованием. Заслужить счастье означает работать над собой, самосовершенствованием. Итак, следующий этап. Вроде в опасности звук идет сюда. Не увидите, что там сидит. Может, в кровати и на контактах. Да? А это даже не считается, не знает. Ну, у меня все до конца. Я не знаю, как там у них. Ну, просто видно, как бы оборудования не хватает. Нормально для того, чтобы можно было испытывать счастье в этом зале. Ну, что я могу с этим сделать? Это наша судьба. Я могу сам спеть. Кто сказал, что ты нашел? Я не вытяну это на ноги. Но не важно. Итак, следующий уровень развития называется мономайя. То есть означает работа над своим характером. На этой стадии первое, что нужно понять, что сама идея получать плоды. Вот понимаете, классическая ошибка в самой идее, работа над характером означает, что я хочу, чтобы у меня был другой характер. Другими словами, я хочу, чтобы у меня была честность, чтобы у меня было смирение, чтобы у меня была доброта, чтобы у меня была решимость, чтобы у меня была твердость характера, чтобы у меня была заботливость, нежность, смирение, чуткость и так далее. Все это означает неправильное мышление. Потому что характер человеку дается как наказание или как награда. Человек не может хотеть награду. Допустим, я спортсмен, говорю, я хочу первое место. Ну хорошо, хотеть не вредно, заслужи, получишь первое место. Понимаете, так же с характером. Хочешь первое место, хочешь хороший характер, чтобы жизнь была счастливой, заслужи. И в этом заключается уровень развития на уровне мономая. Как работать над своим характером, это ключевой и самый важный вопрос. Потому что большая часть человечества занимается тем, что пытается улыбаться, пытается быть добрым. Ну то есть делать добрый вид, другими словами. Улыбаться по-доброму всем, строить глазки, вести себя на работе как надо. Понимаете, эта манипуляция, она не приводит к никакому развитию. Эта манипуляция приводит к тому, что ты только сам перестаешь понимать, кто ты. Потому что люди, которые вот так живут, строя из себя что-то, они в конце концов запутываются. Они не могут себя почувствовать и понять. То есть это лицемерие, оно приводит к проблемам. Итак, что такое лицемерие? Это когда человек слишком сильно зациклен на себе и постоянно из себя что-то корчит. Это приводит всегда к поражению в жизни. И вся природа отношений в страсти, она основана на этом. Потому что люди в страсти, они из себя что-то делают. Они пытаются как-то внешне показаться лучше. Они стараются словами как-то показаться лучше. А цель всего этого – личный успех. То есть у человека нет идеи кому-то помочь. У человека есть только одна идея. Она основана на страхе. Укрепиться в этом мире и чтобы у меня было все хорошо в жизни. Эта идея основана на страхе. А все идеи, основанные на страхе, они не развивают человека. Они его приводят в тупик. Поэтому работа над своим характером означает только одну вещь. Я хочу научиться думать о счастье других. Научиться. Потому что изначально мы этого не умеем делать. Мы думаем в основном только о счастье своем. Даже когда мы думаем, что мы думаем о счастье других. Чаще всего это для себя. Ко мне подошла одна девушка и говорит, я хочу изменить своего мужа. Как мне ему помочь? Я говорю, а для чего вам ему помогать? Ну, Олег Геннадьевич, вы же понимаете, что невозможно с таким человеком жить. Который там то, сего делает. Я говорю, ну так другими словами, вы хотите ему помочь, потому что вы хотите жить счастливо? Она говорит, ну конечно, Олег Геннадьевич, это же понятно. Я говорю, значит у вас нет шансов. Потому что, когда человек хочет что-то сделать для себя через другого человека, тогда он обречен на неудачу всегда. Потому что, если ты хочешь сделать что-то для него, тогда совсем другое мышление возникает. Например, если ты хочешь его сделать смиренным, тогда ты начинаешь давить на то, что он не смиренный. Это означает действовать для себя. Это превращается в ругань. Я тебе доказываю, каким ты должен быть. А вот если ты хочешь ему помочь, это совсем другое действие. Это означает, что ты будешь пытаться понять, что его раздражает в отношениях, и убрать эти составляющие, чтобы он успокоился, стал спокойнее или смиреннее. Понимаете, это совсем другое мышление? Нет, непонятно? Еще раз. Ну, другими словами, если, допустим, если вы про женщин, то если женщина, допустим, видит, что мужчина на нее давит психически, то значит, она должна понять причину этого давления, что ему не хватает, что ему мешает, чтобы он успокоился. Это мышление направлено на него или желание ему помочь. А? Что? Если ты не можешь, значит, надо тренироваться. Потому что каждый человек может очень много. Просто тренировка начинается с перемены в восприятии мира. Поймите такую вещь, что первый этап любви означает подстроиться под человека так, чтобы он успокоился рядом с тобой. Это и есть любовь. Вот люди, большинство людей думают, что любовь означает наслаждаться им, этим человеком, или как минимум, чтобы мы друг другом вместе наслаждались. Понимаете? Но любовь означает подстроиться так в отношениях под человека. Подстроиться в данном случае означает заботиться. Не означает играть какую-то роль. Означает сделать ему комфортно. Вот так себя вести с этим человеком, чтобы он успокоился, чтобы он почувствовал, что ему хорошо, что ему комфортно. И тогда он будет благодарен. А когда придет благодарность, из его сердца выйдет, тогда его можно воспитывать уже. А воспитывать надо очень мягко и по-доброму, намекая человеку на его недостатки. Потому что зона недостатков человека находится в очень сильной, зоне очень сильной психической боли. Человеку очень трудно воспринимать свои недостатки, любому человеку очень трудно. Поэтому на них можно только очень нежно и по-доброму намекать, и при этом вести себя с ним правильно, продолжая дарить ему любовь. Потому что когда ты ему даешь любовь, он становится лучше в отношениях. И он становится способным меняться в результате. Это называется работа над своим характером. Видите, другими словами, ты служишь человеку, и характер твой в результате становится таким, как ты действуешь. Это отличается очень сильно от мимикрии, понимаете? Когда хамелеон, допустим, меняет свой цвет в зависимости от обстановки, это идет от страха. То есть он на зеленом листочке становится зеленым, он на белом листочке становится белым. Но, понимаете, если бы он действовал не из страха, а из любви, он бы стал по-другому действовать. Он бы на зеленом цветочке стал бы желтеньким, для того, чтобы все обрадовались. Ну я так, я условно говорю, как бы просто. Поймите, что идея в чем заключается? В том, что человек должен действовать из других побуждений, а эта возможность очень труднодостижима, потому что мы очень сильно привязаны к себе и к самосохранению. Поэтому мы постоянно пытаемся доказать, как нам надо, как другим с нами надо себя вести. И это замкнутый круг. Самое печальное, что мы в основном работаем не над своим характером, а над характером близких людей. И даже если мы над своим характером начинаем работать, мы чем опять занимаемся? Мы себя что-то корчим. начинаем, как бы, делать так, чтобы все подумали, что я хороший. Понимаете? То есть, ну, это тоже не работает система. Но если мы мышление свое, то же самое, смотрите, то же самое. Я что-то из себя делаю, но когда мотив другой, когда я это делаю для его удовлетворения, тогда это естественно становится. Я из себя тогда ничего не корчу. Вот я, допустим, у меня жена очень чувствительная. И чтобы с ней находиться рядом, я должен быть очень аккуратным в отношениях с ней. Я стараюсь изо всех сил это делать. Я из себя что-то корчу в это время или нет? Конечно. Ну, уверен? Ну, вот давай. О, отлично, микрофончик. Ощущение, сейчас мы разберемся с ним. И со мной тоже. Может, я правда себя корчу что-то в это время? Итак, смотрите, есть два варианта. Первый вариант. Я хочу удовлетворить свою жену, сделать ее счастливой и веду себя так, как ей лучше. Второй вариант. Я просто делаю такой вид, как... Сделаю так, чтобы она от меня отстала. Какой вариант вы выбираете? Ну, это из себя что-то корчить или учиться любить, или любовь, как ты думаешь? А как я не понимаю, если это не твое, а тебе надо что-то сделать от того, чтобы тебе его приятно? Ты же себя меняешь и... Да, вот это и есть работа над своим характером. Да, вот чуть-чуть-чуть, не мешайте ему. Он сейчас очень серьезные выводы пытается сделать для себя. Спасибо вам. Вот вы все сами объяснили. Ты себя меняешь, и это неестественно для тебя, это искусственно для тебя. Это факт. Но так как это ты делаешь из любви для удовлетворения близкого человека, поэтому потом через эту любовь тебе приходит знание о том, что так надо себя вести, и это становится твоим со временем. То есть ты сейчас не такой. Это делаешь из любви для того, чтобы счастливым был близкий человек. Но потом в результате того, что она счастливая, она тебе озаряет знанием. Ты начинаешь понимать, что это и есть то, что надо. Так себя надо вести женщины. И это становится твоим. Так изменяется характер через знание. Вы все правильно сказали? И вам сейчас первую стадию работы над собой трудно понять. То есть вы думаете, зачем я буду, это же искусственно. А вот смотрите, человек рано утром встает для того, чтобы принести всем счастье в конечном счете. Он хочет удовлетворить всех своей жизнью. Поэтому он встает рано утром, но ему хочется спать с утра. Это неестественно для него. Он рано утром встает. Паститься тоже неестественно, потому что хочется кушать. Но потом человеку очень естественно становится поститься. Прыгать в прорубь неестественно сначала. А потом становится очень естественно, потому что человек развивается до такой степени, что ему хочется это делать, и он чувствует себя как рыба в проруби, понимаете, зимой, ну то есть ему нравится это, становится естественно, то есть, ну вот теперь давайте другую вещь возьмем, я, у меня мотив показать себя крутым, я прыгаю в прорубь, вот в это время будет все неестественно, то есть я там буду делать крутой вид, понимаете, потом в результате заболею, не знаю, это понятно, просто, ну вот время мне бывает, что я хочу, чтобы человек был хорошо, да, и я пытаюсь, там, с деменем, но, к сожалению, понимаете, что я, потому что я активно проекцию, то есть я не двигаю, что я хочу делать для себя, это, то есть мне не нужно сделать. Факт, факт, сто процентов, мотив не распознан, вы пытаетесь сделать это для нее и унижаетесь перед ней в это время, когда человек мотив неправильно сформировал, у него цель неправильная, ну допустим, я хочу делать пожертвование, я сделал пожертвование, человек взял и не отблагодарил, просто положил и опять просит дальше, и я такой, аааа, зачем я ему дал, давай назад, скандал начинает с этим человеком, почему, я думаю, он мне испортил настроение, гад, давай назад деньги, вот почему, потому что неправильный мотив был, я сделал пожертвование в неправильном сознании, то есть я должен был заранее знать, что тот человек, которым я даю любовь, будет меня воспитывать, этот нищий, он меня воспитал, он показал, что я не бескорыстный человек, он просто взял и не отблагодарил, все, воспитал меня таким образом, я увидев свою корысть, перенес это на него, ну понятно, что он неправильно сделал, он должен был отблагодарить, но если у меня мотив правильный, я ему даю и знаю, что сейчас будет воспитание в ответ, я поэтому уже готов к этому воспитанию, я жду, сейчас меня будут наказывать, и он берет и не наказывает, улыбается наоборот, или может наказать, а я уже готов и к этому, я так как бы дал, дал, пошел, то есть будьте смелее в этом поведении своем, шея не будет болеть тогда, вам спасибо, что вы пришли в разумный человек, видите, в основном никто не спрашивает вопросы, потому что все понятно, но человек с позиции своей жизни, он уже пробует с женой так себя вести, но у него получается вот так, что очень устает он от этого поведения потом, и вопрос возникает в том, почему усталость пришла, смотрите, есть два варианта, я решил бегать по утрам, да, я выбегаю, я оделся, очень круто, у меня красивые плавки там, я бегу, как бы идет солдат по городу, я Тулы Бахтеевич, вся улица светла, я бегу так, вот, и потом, что-то мне не хочется бегать на следующий день, почему? Потому что я просто выпендривался все это время, я на самом деле не дарил никому счастья, потому что, когда человек бежит по улице, он должен всех дарить вот эту силу энтузиазма, должен радоваться всем, он становится примером для людей, понимаете, он должен быть счастливым в отношениях, потому что бег без отношений, это самоутверждение, часто люди вегали в день, смотрите, какой я крутой, вы плохие все, вот, то же самое в посте, часто человек ходит такой, никого не любит паститься, он ходит паститься, они гады не пастятся все, ваше, 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 понимаете, это означает, что этот человек просто неправильно настроен, результатов никаких хороших не будет, потому что аскиза, направленная неправильно, приносит ужасные плоды, все вокруг курят, гады, понимаете, то есть я бросил курить, это неправильные плоды, я начинаю ненавидеть людей, мясоеды проклятые, понимаете, это же часто встречается такая философия, это означает, что человек неправильно настроился, он не для счастья людей это сделал, а для того, чтобы утвердиться, показать, какой он крутой и все какие плохие, такие люди разрушают свои семьи, разрушают отношения в обществе, теряют друзей, теряют все вокруг, потому что они, аскеза приводит их к ложному результату, они становятся гордыми в результате, или человек молится, понимаете, для того, чтобы показать, какой он великий, какой результат, все, кто не молится, это как бы отстой, а наши классно, эти отстой, все, это гордость религиозная тоже бывает, понимаете, это страшные вещи все, надо хотя бы просто понимать, что это есть, тогда с этим как-то можно будет внутри себя работать, я не то, что против этих всех вещей, это естественно, когда человек получает благочестие, ему очень трудно правильно с ним распоряжиться, и чаще всего тот, кто получает благочестие, всегда получает вместе с ним и гордость, поэтому, если вы увидели, что вегетарианец стал гордым, что он не брезгует теми, кто ест мясо, это нормально, это означает, что он недоразвитый вегетарианец, придет время, он станет доразвитым, и он сможет с любовью относиться ко всем людям, едят они мясо, и не едят, не имеет значения, придет время, он разовьется, но сейчас он вот такой, потому что во всех, в самосовершенствовании есть всегда три этапа, первый этап фанатизм, то есть человек приобретает благочестие, не знает, как с ним справиться, и начинает собой гордиться, второй этап, это принятие, то есть человек совершил благочестивый поступок, и при этом понял, что у него есть еще куча всяких недостатков, и он себя поставил на место в обществе, он перестал этим гордиться, и третий этап просветления, когда человек перестал вообще думать о своих положительных вещах, перестал сравнивать, и просто начал удивить людей, как раньше, первый этап, я лучше, второй этап, со всеми согласен, третий этап, всех люблю, понимаете, да, то же самое, муж изменил, а я не изменила, первый этап, я лучше, второй этап, я прощаю, третий этап, принимаю, это называется аскеза, понимаете, когда человек в аскезу входит, три этапа, первый этап, я лучше, второй этап, принимаю, третий, прощаю, третий, принимаю, и через эти этапы перепрыгнуть невозможно, поэтому обвинять вегетарианцев в том, что они не любят тех, кто едят мясо, тоже неправильно, потому что это и такой этап в развитии личности. Теперь в отношениях, теперь возьмем, вернемся назад, мужчина, к вам, как вас зовут? Руслан, спасибо вам, что вы пришли. Смотрите, первая ситуация такая, что вы должны сейчас настроиться, и вы сможете победить ситуацию, если вы сможете женой себя вести просто из чувства долга, так как надо, и при этом не уставать. Это возможно только, если вы будете действовать для ее удовлетворения, для того, чтобы она была счастлива. Настройтесь только на это, и вы сможете тогда легко это сделать, но самое первое, настроиться очень трудно, это реально очень тяжело. Я, например, могу переключиться в своем сознании на служение только с помощью примера святого человека. Когда я слушаю голос возвышенного человека, через этот голос у меня сознание переключается на служение. В противном случае я не знаю, как себя заставить. Все равно эгоизм у каждого человека очень силен внутри. Это как бы желание самосохранения, это самая сложно победимая вещь. Поэтому оно и мешает на благо другого человека что-то делать и себя поломать. И так вы уже смогли, вы спокойно, то есть без перенапряжения можете служить жене. На этом этапе вы заметите, что она этого делать не может. И вы подумаете, ну вот, я как бы все могу, а она ничего не может. Появляется гордость. Но у нее эта гордость нейтрализуется ее уважением. Она начинает уважать вас за это поведение. И тогда вы смягчаетесь с ней, и она вам помогает дальше развиваться тем, что вы как бы принимаете ее такой, какая она есть, несмотря на то, что она еще пока не меняется. А она начинает меняться в результате этого. Она благодарна вам, она начинает меняться. Так люди в любви, они развиваются вместе. Они дополняют друг друга. А утягивает всегда тогда, когда у тебя цель другая. Если у тебя цель сделать человека счастливым, тебя никуда не утянет. Ты просто будешь чувствовать себя, как кошка с мышкой. Когда кошка с мышкой играет, она ему тут, тут, дорогу перегородил, тут. Но она знает, кошка, что мышка у нее в руках. Точно так же, когда человек с любовью заботится о человеке и поменял себя в результате этой заботы, он видит, чувствует благодарность от этого человека. Ситуация в его руках просто становится, понимаете? И он как бы живет счастливо, потому что он видит, что как бы он владеет ситуацией. В этом гордость и заключается. Но в этом ничего плохого нет. А? Оценивать людей, да. Если вы начинаете оценить, это значит, что вы уже из служения, состояния вышли, скатились на гордость, на эгоизм. Вы тогда разрушаете свои возможности. То, что вы заслужили служением, вы теряете этот результат. Как избавиться от гордости? Я говорю, подчинение себя только старшему дает возможность избавиться от гордости. Если у вас есть старший в жизни, вспоминая о нем, всегда избавляйтесь от гордости. Внимание. У меня есть старший, я всегда, когда мне трудно, я всегда о нем думаю, слушаю голос. Через звук очень сильно можно помочь себе в этом вопросе. Спасибо вам за вопрос. Очень практический. Итак, мы с вами немножко поговорили о том, как менять свой характер. Ключевым моментом является желание служить другому человеку, тогда характер меняется сам через три стадии. Первая стадия — гордость своим изменениям. Вторая стадия — осознание, что это неправильно гордиться и попытка себя поменять. И третья стадия — это принятие людей и смирение. То есть человек, получив хорошую черту характера, при этом еще и получает возможность с ней правильно жить. Потому что часто бывает так, что людей имеют хорошие черты характера, но правильно с ними жить не могут, потому что они себя очень сильно ценят в обществе других. Такие люди называются элитными. Они очень элитно выглядят, то есть они крутые такие, у них хороший характер. Кстати, когда у человека, знаете, есть только единственная разница между теми, между слоями общества отделяют друг от друга только характер, запомните. Искусственно, просто с помощью денег и связей ты не сможешь удержаться в более высоком слое общества или тебя там не будут уважать. Ты можешь там удержаться, допустим, но тебя там не будут уважать, потому что воистину более высокий статус человеку дает только его характер. И все. И если у него хороший характер, этот статус подкреплен характером и человека очень ценят. Это признак того, что он на своем месте находится. Допустим, человек может быть руководителем завода, может быть, допустим, для всех старшим там и так далее. Единственное, что человека подкрепляет в этом статусе, это его характер. Поэтому, когда человек меняет характер, несомненно, он будет меньше работать и больше влиять на других людей. То есть, если вы хотите избавиться от чрезмерного труда, у вас много труда, мало денег, это значит, что вам не хватает характера. Надо сначала научиться поститься, потом научиться движению, стать сильным, концентрированным, потом дальше начать с помощью силы воли заставить себя думать о других, служить другим. И на этой стадии вы сможете поменять свой характер, когда человек служит другим, характер меняется сам через вот эти этапы, которые мы с мужчиной, с Русланом сейчас объяснили. И дальше уже следующий этап, когда человек уже окреп в характере и он достиг того статуса, что ему легче стало жить, у него хватает времени на то, чтобы изучать священные писания под чьим-то руководством. Следующий этап развития личности и аскезы на этом этапе называется Вигьяна Майя, когда сознание проникает в разум и делает его очень крепким и сильным. На этом этапе человек должен очень большому вниманию уделять послушанию или слушанию, потому что есть разные способы слушать. Это тоже аскезы. Первый способ слушать — это критическое слушание. Все, что бы не сказал человек, я оцениваю и как бы пытаюсь по-своему как-то перевернуть. На этом стадии невозможно развивать Вигьяна Майя. То есть когда человек способен заставить себя слушать, а это и есть работа над своим характером, когда он свой ум себе способен подчинять, когда он достигнул развития на уровне Мана Майя, тогда он может уже дальше двигаться на уровень Вигьяна Майя. То есть он может сказать себе, послушай, дорогой мой друг, своему уму, потому что в это время человек общается с самим собой, умеет общаться. Для тебя это очень полезно. Он говорит, послушай, пожалуйста, сам себе. Для тебя это очень полезно. И начинает просто заставлять себя слушать. Когда он начинает заставлять себя слушать, тогда постепенно он находит рациональное в том, что он слышит, и его разум начинает подчиняться старшему. С этого момента он встает на платформу Вигьяна Майя, потому что первый и главный критерий этой платформы – способность себя подчинить старшему. А на этой платформе существует три стадии развития. Первая стадия называется уважение. Вторая стадия – почтение. Третья стадия – предание. Дать… а? Предание. Предание себя. Первое уважение означает, я вижу, что человек разбирается, все классно. Почтение означает, что ты понимаешь, почему он разбирается, что у него есть много чего, что ты не сделал в своей жизни. И предание означает, что ты видишь связь Бога, что он связан с Богом, когда ты предаешься этому человеку. То есть уважение означает, что я извлекаю пользу. Почтение означает видение аскез и труда человеческой души для достижения того, что он достиг. И третья – связь с Богом дает предание этому человеку. Искусственно все эти вещи приводят к поражению в жизни. Например, если ты уважаешь кого-то искусственно, не за его знания, тогда в этом случае у тебя будет раздрайв. Ты будешь не понимать, что тебе делать в жизни, как к нему относиться. Поэтому есть уважительное отношение, а есть уважение. Это разные вещи. Уважительно относиться надо к матери, например. Почему? Потому что она дала жизнь. Понимаете? А уважать по-настоящему можно того, кто уважаем. Например, часто мужчины хотят, чтобы жена его уважала. И это бесполезное занятие. Надо просто стать уважаемым человеком, и жена начнет тебя уважать, естественно. И ты увидишь, что ты уважаемый человек через свою жену. Как определить, уважаемый я человек или нет? Смотри на свою жену и пытайся это понять через нее. Если ты в ее глазах увидишь уважение, значит ты уважаемый человек. Если не увидишь, значит неуважаемый. А из себя можно корчить кого угодно. А теперь про уважение, про то, как надо учиться, относиться к старшим, ко всем старшим. Заслуживают они этого или нет? Сейчас про это будет песня. Стихи. 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 олежек пожалуйста я тебя прошу в жизни никогда никому ничего не пой когда я уже как бы она мне гортеть и четвертку ставлю победить вы никому ничего никогда не пой потому что у тебя природно не хватает слуха это означает что ты не знаешь где поставить какую интонацию я в какой-то момент ее не послушал и начал петь как мог и пою дальше как могу и нормально все смеются кто-то смеется от того что он слышит а кто-то смеется от того что он слышит но по-любому все и рады и я пою чтобы не было никому скучно я пою ну жаль не нравится мой голос никому вот об этом думать не нравится не надо понятно да система конечно конечно я согласен вопрос какой степень а так можно конечно же можно стопроцентно я сейчас не об этом говорю я не об этом говорю понимаю что вы сейчас хотите показать нам что у вас развиты чувства слуха и вы развили мы сейчас не об этом говорим мы сейчас говорим о том как не бояться себя вот допустим у меня не такой развиты слуха как чувство слуха как у вас что мне делать как вы мне поможете с этим хорошо что вы мне посоветуй мне надо посоветовать не бояться приносить счастье другим своим голосом вот что именно так сделал один я не помню кто один греческий оратор он заикался от природы и ему его наставник сказал ты должен все равно людям давать знания несмотря на то что заикаешься и он перестал за и конца он победил себе этот недостаток речи кто это был орден да ну вот мои хорошие вот в этом идея заключается что если вы хотите развивать свой характер не бойтесь своего характера вот какие вы есть такие вы есть допустим человек обманывает что надо делать надо заботиться о других людях стараясь быть честным но если у вас не получилось ничего страшного надо беспокоиться на этот счет это нормально у каждого человека есть недостатки в характере надо просто стараться быть хорошим а если не получается ничего страшного если вы зацикливаетесь на том что у вас не получается дальше идет разрушение личности допустим девушки нужно две вещи усвоить для того чтобы выйти замуж первая вещь она должна научиться быть скромной то есть другими словами не слишком открывать свое тело не показывать свою внешнюю красоту слишком сильно потому что она мешает выйти замуж она привлекает мужчин которые хотят наслаждаться ее телом они замуж брать и вторая вещь видите первое стать скромной сдерживать свою красоту а вторая вещь наоборот быть очень приветливой и сильной с точки зрения красоты сердца то есть служить заботиться улыбаться всем сердечно радоваться всем и стать яркой и сильной с точки зрения сердца как женщина потому что есть скромные девушки но они не яркие они не показывают себя их не видно и поэтому они выходят замуж есть яркие девушки но они не скромные поэтому они находят себе тех которые постоянно хотят использовать их тело и бросают а вот чтоб девушка была и скромная и яркая одновременно это невозможно знаете почему потому что ее сразу берут замуж оставаться девушкой невозможно в этой ситуации как только девушка способна развиться что она становится скромной и яркой одновременно она сразу же попадает замуж потому что такая девушка очень нужна в этом обществе она становится незаменимым человеком она всем нужна становится абсолютно всем понятно система если вспыльчивый это значит что ему нужно терпение развивать терпение развивается с помощью аскезы то есть это означает понимаете вот вы сейчас говорите о том есть два типа недостатков характера один тип недостатков идет от незнания допустим я обманываю потому что не знаю преимущество честности и не понимаю в чем смысл этой честности не понимаю что мне это дает ну тут обман мне дает возможности какие-то в жизни а честно что дает она дает еще более высокие возможности потому что когда при честно себя ведешь допустим если ты бизнесмен да ты честно себя ведешь с людьми ты начинаешь видеть кто тебя обманет понимаете ты сможешь выбирать с кем сделку заключать если ты ведешь себя честно. Понимаете, да? Ну, то есть это очень трудно понять. А другой вид недостатков характера идет. То есть незнание означает, что для того, чтобы развивать свой характер, нужно чуть-чуть развить еще разум. Нужно чуть-чуть параллельно развивать разум. И тогда ты получаешь знания, и тогда ты автоматически лучше развиваешь свой характер. А есть еще другой недостаток. Это от неразвитости предыдущей стадии. До характера у нас что идет? У нас идет в движении, человек начинает владеть собой. И вы сейчас, значит, недоразвили предыдущую стадию. Вы спортом занимаетесь, бегаете, прыгаете, работаете над собой, гантельки, что-то делаете, нет? А? Бегаете? Вот если вы будете это делать регулярно и правильно, у вас появится устойчивость психическая, и терпения будет хватать, чтобы не раздражаться. Понятно, да? Все. То есть вы опускаетесь на предыдущую стадию, его развиваете, и это становится подпорой для вашего, подпоркой для вашего характера. Потому что в характере есть два типа недостатков. Один тип недостатков идет от недостаточности силы воли, что идет с предыдущей стадии, а второй тип недостатков характера идет от незнания. То есть от того, что ты не занимаешься еще и следующим этапом. Понятно, да? Когда человек не знает, зачем ему правду говорить, он не может мотивироваться этим. У него нет мотивации, он поэтому не знает, как развиваться. Он и хочет говорить правду, но он не знает зачем. Например, к нему подходит кто-то и говорит там какие-то вещи, он чувствует, что уже не могу правду сказать опасно, и он обманывает. Хотя хочет сказать правду, понимаете? Но если он видит преимущество правды, тогда он смело говорит, потому что он знает это лучше. И он побеждает судьбу таким образом. Страх рождает незнание, рождает страх. Люди боятся просто говорить правду. Например, ребенок. Он не говорит отцу правду, потому что боится наказания. Но когда он говорит неправду, он получает еще больше наказания. Но когда он говорит правду, отец улыбается и прощает, потому что он видит, что он сказал правду. То есть через правду идет любовь. Отец получает любовь, смягчается, успокаивается. На суде человек не говорит правду. И настораживаются сразу все, смотрит, он обманывает. И они потом его судят еще больше, заслуживают. Потому что обмануть тех, кто изучает, кто связан с правосудием, невозможно. Они насквозь видят людей, они на этом натренированы очень сильно. А когда ты говоришь правду, они сразу расслабляются, видят, что все нормально. И они сразу успокаиваются.